Друзья, всем привет! В этом выпуске я расскажу вам, как проехать на машине всю Республику Беларусь за три дня. Из Москвы мы двинемся прямо по трассе М1, через границу Арша, на Минск. И первая наша остановка – Несвежкий замок. Тут же рядом, в нескольких километрах, Мерзкий замок, в которых обязательно нужно побывать. В Саминск по пути на Брест мы не заезжаем, огибаем его левее. Допланируйте свою поездку так, чтобы остановиться на ночевках под Минском. После чего на следующее утро мы продолжили путь на Брест, чтобы посетить Брестскую крепость. Здесь обязательно нужно побывать. Это место пропитано теми самыми событиями 1941 года. Возьмите гида, чтобы поближе познакомиться с историей этого места. В Бресте остановитесь на ночь, лучше на два дня. Дальше наша цель – вверх по карте на город Гродно. 240 километров, около трех часов на машине. В этом городе можно остановиться на день. У нас было полдня. Мы не насладились достопримечательностями Гродно в полной мере. Далее мы двинулись на город Витебск. Это ближе к границе с Россией. По пути вы заедете в Минск. И тут же можно остаться на ночь. Далее утром продолжить путь на Витебск. Границу мы ехали прямо, никуда не сворачивая, по трассе М1. И первое наше место посещения – это Нисвиш. Нисвишский замок. Вот мы подходим к замку. Нисвиш. Сейчас мы двигаемся вот туда. Там с левой стороны кассы. Возьмем билеты, потому что вход на территорию замка платный. Вот. И уже посмотрим замок изнутри. Здравствуйте, карточки принимаете, да? Ага. Но замок присажал с собой крепость за стенами, которые можно было укриться от самого мощного оружия того времени. Я замки. Я замки. Ага. Видишь, они любительные медведя охотятся, откуда их название произошло, Нисвиш. Павшие наши братья в 41-м, наши славные воины. За мной поклон вам, мужские солдаты, богатыри. Так, вот они, ребят, белорусские рубли. Мы сегодня поменяли их. Если уж въехали на территорию Белоруссии, на патрессе М1, то заправляйте машину заранее. А в Белоруссии заправок мало. Поэтому, если уж вы видите, что у вас бензин как бы сякает, то лучше заранее забрать машину, чтобы не попасть в место без бензин. Въехали мы в город Брест. Сейчас двигаемся прямо в сторону границы с Польшей. Ребят, ну вот мы и добрались по территории Брестской крепости. Вот она сзади меня. Смотрите, вон она. Под нас там ждет гид, который, соответственно, пройдет нам незабываемую экскурсию. Вернемся в то событие, когда это было. Начало войны 41-го года. И вместе пройдем этот момент. Здравствуйте, Татьяна. Я Евгений. Что из себя крепость представляла? Все его построек размещались на четырех островах. В 50-м году там нашли останки. На площади возвращается главный монумент. Как завалидируют мужество. Ну а здесь не исключается то, на что вообще они не рассчитывали, чего не ждали. Смотрите, на них следы попадания осколков с торяда Фукур. Вот видите, шок. Да, да, заделали, да? Восстановлено было. Ну а потом царский герб сняли поляки. Польский герб провисел вплоть до 91-го года в следующий период. Да, это не хорошее. Это около 12-ти дня, 22-го июня. Это, кстати, первое усоление там, внутри разных других источников. А это воронка. То есть на перелогу вы увидите следы попадания осколков, снарядов. Находят тело одного человека, вскрытие, пропашки. Да, вот гостиница. Гостиница Веста называется. Поселились мы в такой отель. Называется он Веста. Лучше, конечно, бронировать заранее какой-то отель, апартамент, себя для проживания. Поскольку мы сегодня столкнулись с трудностью. Ездили по разным отелям по городу Брест. И, собственно, многие из них уже просто заняты. Остались только большие номера. Маленьких нет. Поэтому планируйте бронирование отелей заранее. Сейчас, наконец-то, мы приехали. в город Гродно. Двигаемся мы сейчас по старозамковой улице к старому замку. Ребят, короче, мы немного потерялись с нашим саквояжем. Разминулись. Вот, сейчас иду ищу наших. Куда они делись? Не знаю, но мне кажется, они пошли куда-нибудь. Бывали в храме сейчас, по-моему, 800 лет. Там стоит икона, ее искали наш и, которая подавалась на аукционе, это у него Сан-Николай II. Мы получаем более храм, остальные более 800 лет и достаточно прочь на это все. Ребята, смотрите, как леска облака. Такого не помню, что я такое видел. Мне прямо это прикольнуло. Остановились на небольшой перевальчик. Продолжаем движение прямо на Витебс, над Гродно. Дороги, я могу сказать, в Беларуси очень хорошие. Мне они очень нравятся. Движение мы попали, смотрите. Машин мало. Мы едем, машин практически нет. Ну вот приехали мы в город Витебск. Наше последнее место посещения Беларуси. Ну вот, мы в Витебске. Мне этот город кажется таким спокойным, широким, какой-то такой размеренный темп жизни по сравнению с другими городами Беларуси. Спасибо. Пошел дождик. И улица превратилась в реку. Ребята, здесь вот в Беларуси есть у них вот магазин их торговой марки Веста называется. Вот. И здесь, соответственно, можно покупать их традиционные продукты местные в Беларуси. Колбасы, там сыры, все как бы очень дешево. Поэтому я рекомендую эти магазины обязательно заходить перед отъездом. Ну что, решили взять колбасочки. Она здесь, ну как бы, по нашим московским ценам очень дешевая. Вот, самокриченая, разная. Вот определится вот этих два батона. Накупили полные сумки продуктов. Ребята, взяли колбаски, кваса, взяли чашки, конфеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА